Хей, ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова. Меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео у нас будет что-то невероятно восхитительное. Честно, в прошлом году я не смогла достать этот адвент календарь от Е-стайл, и в этом году мне это удалось сделать. И я безумно рада, потому что, когда я получила его сейчас, прямо-таки буквально минут 10 назад, я была невероятно счастлива. У меня столько эмоций сейчас во мне, адреналин, сердце бьется. Я не знаю, почему это так. Может, потому что я чувствую ответственность, потому что это мой первый адвент календарь за этот год. Я не знаю, но я просто безумно рада, что мне удалось его урвать. И я безумно рада, что я сегодня смогу на камеру открыть для вас этот адвент календарь от Е-стайл. Я прям уже готова к этому. Три. Это, кстати, мой первый адвент календарь за этот год. Мне кажется, в прошлом году у меня их было больше. Но, в общем, иногда я считаю, что лучше купить один адвент, который тебе нравится, и который ты точно хочешь распаковать на камеру, который доставляет тебе массу позитивных, положительных эмоций. Это гораздо важнее, чем пять каких-то непонятных с непонятным наполнением. В общем, да, я готова распаковать его. И давайте уже перейдем к этому. Но перед этим я, конечно, хочу сказать вам немножко информации об этом адвент календаре. Он стоит, на самом деле, не очень дорого. Я покупала его за 189 долларов 90 центов. И сейчас его нельзя купить уже. То есть, какое-то время он был в продаже. И сейчас его, в общем, нельзя положить в корзину, как я это сделала в прошлый раз. И я не знаю, как-то он странно появляется на Е-стайл. То вот его можно купить буквально в течение, наверное, пяти дней он был доступен. И тут все. И как бы его нет уже в продаже. Хотя через три дня его можно опять уже купить на сайте. В прошлом году это была совершенно другая история. В прошлом году он как появлялся на пять минут, он распродавался через буквально уже четыре минуты. Люди были готовы все что угодно сделать и вставать рано. И я тоже это делала. В этом году его было относительно легко получить. Поэтому меня немного терзают сомнения, насколько хорошее наполнение в этом году у этого адвент календаря. Раз он так часто появлялся в наличии на сайте Е-стайл. И также, как можно видеть по красивой и пеструй упаковке, это то, что тема этого года называется Mission KB021. А именно это значит тематика космических путешествий. И да, ребят, давайте уже просто перейдем к распаковке этого адвент календаря. А мне уже не терпится посмотреть, что же там интересного нам положили в этом году. Честно, мне нравится дизайн этого адвента. То есть здесь я бы хотела вам показать. Находится вот такой красивый рисунок Е-стайл, косметика, олени. А, то есть он вот таким образом открывается. Я почему-то думала, что этот адвент, он, например, как адвент, я не знаю, Glossy Box или Cult Beauty, когда ты открываешь каждый ящичек. Но здесь не ящички, здесь просто это все выдавливается, что тоже мило. И в каждом этом ящичке у нас получается по шесть предметов. Круто! Давайте начнем с первого номера. Я бы хотела вам сказать, ребят, что я обожаю корейский уход, поэтому для меня это вдвойне прям восхитительный момент открывать этот календарь адвент, потому что я обожаю пробовать разный классный уход корейский. И первое, что мы нашли в этом адвент календаре, это бустер от бренда VT. Я так понимаю, это должна быть какая-либо маска, она смываемая. Давайте откроем, тут все так запаковано прям... Окей, немножко все рассыпалось. То есть это у нас получаются одноразовые маски, которые вы носите на лицо и потом смываете. Ни разу не слышала об этом бренде, но я точно знаю, что я видела этот логотип в каких-то, может быть, других бьюти-боксах. И это все приходит в такой коробочке симпатичненькой, и все это в виде саше. Ну что, мне кажется, что мы начали очень даже хорошо, достаточно сильный продукт, с которого мы начали. Это достаточно известный бренд, как мне кажется, в Корее. И это что-то, что я могу использовать каждый день. То есть я знаю, что я, скорее всего, буду этим пользоваться, этим бустером, газированным бустером для лица. Я уже вижу все-таки один минус, это то, что здесь мало написано чего на английском. Написано, что это бустер, но для чего он, как им пользоваться и так далее, здесь этого не написано. Поэтому, я так полагаю, нужно заходить на сайт Е-Стайл и, в общем, читать, что это за вещь и как ее правильно использовать. Давайте смотреть дальше. Далее мы видим нашу ячейку под номером 2. Я могу сказать, что это открытие вот именно вот этих компонентов от Вента является каким-то прям вау. Мне кажется, или в прошлом году все-таки Вент у Е-Стайл был прям в разы, в разы, как будто бы продуманней. И здесь мы находим гель для умывания лица от бренда Самбайми. Это достаточно известный корейский бренд. Тоже, мне кажется, очень даже хороший компонент, с которым мы начали. Вау, реально огромная упаковка. Красивый цвет у этой умывалки. Давайте, может, понюхаем ее и сделаем тест запаха. Ммм, вау! Это пахнет, как какая-то сладость корейская. Невероятно вкусный аромат. Прям даже не скажешь, что это умывалка. Такое ощущение, что это какой-то крем для тела. Настолько приятный аромат. И преимущество этой умывалки в том, что она за 5 минут способна усилить тяние вашей кожи и улучшить тон кожи, что очень-очень здорово. Слушайте, ну я ни разу не встречала такой аромат классной умывалки, как у этой. Это факт, определенно зачет. Дальше, номер 3. То есть, я так понимаю, это как подсказки, да, что мы здесь должны идти или нет. Следующее, что мы получили, это карандаш для губ от бренда, который называется Rom&D. Называется он Hand All Sharp Brow. То есть, это карандаш для бровей. Круто, это всегда очень нужная вещь. Интересный факт, у меня как раз закончился мой карандаш для бровей. И, возможно, это то, что я буду использовать на бровях. Может быть, это и универсальный цвет, но мне кажется, он все-таки чуть-чуть темноватый для моих бровей. Хоть сегодня они у меня достаточно темненькие, но, вообще, да, возможно, даже этот цвет подойдет многим. Я очень хочу в это верить. И давайте перейдем к нашему номеру номер 4. В номере 4 мы видим что-то peach. Наверное, это все-таки румяна. Ребят, вот просто посмотрите, насколько это не очень доставать эти продукты отсюда. Супер милую упаковку этого продукта. Посмотрите, это как персик. И называется бренд, я так понимаю, этот peach. Круто. Это пудра. Я почему-то подумала, что это румяна. Пудра супер белесая, белого цвета. Я так понимаю, эта пудра предназначена для того, чтобы убирать жирный блеск в течение всего дня. Пахнет как персик. Что-то в этом есть. Очень мягкая, кстати, пудра. Мне нравится, как она чувствуется на моей руке. И пылит, понятное дело, это все-таки пудра, но аромат у нее очень-очень приятный. Вот как аромат у детской присыпки, почему-то у меня такие ассоциации, но гораздо-гораздо приятнее. Кожа после этой пудры будет шелковистой, я вас уверяю. Далее мы находим наш номер 5. В номере 5 мы находим бальзам для губ. Бренд называется I'm Mimi. Сам бальзам называется Pep Balm. Цвет этого бальзама называется 001 Recharge. То есть это будет, скорее всего, очень красный. Красного цвета бальзам. Я не могу сказать, что мне пока нужен именно бальзам красного цвета, потому что у меня есть другой бальзам от другого корейского бренда, который называется Pau Pau. У меня еще целый тюбик к тому же. Я думаю, что этот бальзам я пока не буду открывать, хоть и мне очень нравится упаковка, как у крема для рук. Что-то вроде того, очень приятная упаковка. Но да, бальзам для губ красного цвета. Прикольно. И последнее, что мы находим в этой нашей первой коробке под номером 6. Я вижу что-то от Cosrx, что безумно круто. Ребята, мне кажется, или это патчи под глаза. По-моему, я их уже использовала. Я покупала их за свои деньги. И я не могу сказать, что это были мои любимые патчи, потому что они любят соскальзывать с зоны вокруг глаз. Я могу нанести их и там, допустим, пойти сделать себе чай. И они уже будут у меня вот здесь. То есть ничего не помогает. И я даже, по-моему, не захотела их до конца использовать. Это классный продукт, да, если вы хотите попробовать что-то от бренда Cosrx. Но это не самый лучший продукт от их бренда, понимаете? Также я не могу сказать, что я прям увидела глобальный результат, как если я использую патчи сейчас от, по-моему, Wonder Beauty. Вот те патчи прям огонь, а не золотом. Но круто, патчи под глаза никогда не бывают лишними. И вот таким образом выглядел наш первый, так сказать, ящик с большим количеством пены в нем. Не самое симпатичное оформление у этого адвента в плане того, как он открывается внутри. Но снаружи, мне кажется, он гораздо более красиво смотрится. И давайте уже перейдем к нашему второму уровню. Далее, второй наш уровень достается так же, выглядит так же. Естественно, мы продолжим с номера 7. Та-дам! Это что-то travel size, я уже это вижу. И здесь мы находим два продукта. Первый это тушь от бренда Holika, Holika, и она для подкручивания. Мы видим здесь средства для снятия макияжа с глаз. Хорошо, как подарок, кому-то под елочку положить, да. Здорово, мне очень нравится то, что здесь у нас есть вот эта вот сумочка, в которую это можно все положить. В номере 8 мы находим что-то похожее на пудру или хайлайтер. Я оказалась права, это хайлайтер от бренда Clio. Ребят, посмотрите на эту упаковку, это просто люкс. Это смотрится реально очень симпатично. Я бы сказала, упаковка, она в разы симпатичнее смотрится, чем сам хайлайтер внутри. Здесь мы получаем очень симпатичный, такой более светлый оттенок хайлайтера, который, я так думаю, будет гораздо более сияющим. И второй оттенок, он уже не такой сияющий, как первый оттенок, который я сейчас буду свочить. Первый оттенок, самый сияющий. И вот так выглядит наш второй оттенок этого хайлайтера. Конечно, просматривается, да, наверное, разница между хайлайтерами для европейских людей и для корейцев. Определенно, это едва-едва видный заметный пигмент. Это что-то очень легкое по пигментации. Но, в общем, именно об этом и корейский макияж. О натуральности, естественности. У нас там птица села на нашу крышу. Сейчас, если я разбужу кота, то он будет с ума сходить и мюкать. Эй, Чарли, птица, 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 птица. Просто смотрю на эту птицу и мяукает. Короче, огромный черный ворон просто сидит и, наверное, узнает, что там кот. И он специально сел, чтобы он так мяукал. Я ни разу не пробовала хайлайтер корейского происхождения, поэтому это будет здорово поиграться с ним и посмотреть, насколько он отличается от моих любимых европейских брендов хайлайтеров. Давайте перейдем к нашему номеру девятому. Понимаю, здесь будет что-то вроде карандаша. Надеюсь, что это неправда. Нет, это не карандаш. Ура! Я достала это все-таки, я смогла. И в этой ячейке мы находим крем для глаз. Коптидный крем бренда The Plant Base. Мне очень нравится дизайн этого крема. Прям смотрится невероятно дорого-богато. И мне кажется, я об этом креме слышала или я видела его на Е-стайл. Может быть, я даже думала о том, чтобы купить его. Мне очень-очень нравится, как он выглядит. Прям действительно хочется пользоваться кремом. Кремов для глаз много не бывает, правильно же? Очень интересная текстура у него. Как будто бы текстура этого крема отличается от обычного крема-крема в кремовой текстуре. Ощущение такое, что там какие-то маленькие капсулы, которые лопаются, когда вы наносите крем на кожу. Приятный запах. Мне нравится. Очень приятно чувствуется на коже. Мне очень понравилось, что этот крем сделан на растительной основе. И в нем есть два самых основных компонента, которые заставляют работать этот крем. А именно, это дамасская роза. 36% в этом креме. И также экстракт меда. 10% в этом креме. Далее, давайте перейдем к нашему номеру 11. В номере 11 мы видим какую-то немаленькую коробку. И, по-моему, я знаю, что это такое. Ну-ка, ну-ка. Все, я поняла. В общем, по сути, это маска для сна. Круто. Называется она Dermite Sika Barrier Sleeping Pack. Самое классное, что я вижу, самое первое, это то, что здесь нет никаких запахов, что безумно здорово, потому что иногда во многих, мне кажется, в большинстве корейских средствах можно почувствовать запах какой-либо, который они добавили. Или, может, запах натуральный. Но мне нравится все-таки использовать уход, который без запаха. Это в разы лучше для кожи. Мне кажется, я 100% буду пробовать это в ближайшее время, потому что, как они описали эту маску, это просто мечта. Гелевый крем, который успокаивает кожу, делает ее выглядеть моложе на следующее утро, увлажняет ее, также наполняет кожу влагой, что безумно здорово. Ни разу не слышала об этом бренде, но круто очень попробовать что-то новенькое в итоге. И давайте перейдем теперь к номеру 12. Окей, мы пропустили номер 10, ничего страшного. Просто все буквально разрывается в руках. Очень неудачная покупка, как мне кажется. Здесь мы получаем какой-то парфюмный крем для рук и также пяток. Этот крем с ароматом свежих цветов. Этот крем называется 11 Village Factory. Давайте понехуем этот крем, потому что крема, они хорошо получаются, у корейцев это факт. Такой, знаете, приятный какой-то запах чистоты, я бы сказала так. То есть получается как, ты носишь этот крем сначала на руки и потом сразу же дотрагиваешься руками до пяток. Это, кстати, очень прикольно, потому что не нужно покупать отдельно крем для ног. Можно этим кремом пользоваться и на пятки. Это тоже очень полезный компонент, который хорошо получить в корейском адвенте. И последний, десятый номер в нашем втором ярусе. Потому что это маленькое, можно даже так открыть, уже все равно разницы нет. И здесь мы видим, я так понимаю, это какой-то бальзам для губ. Да, это масло для губ почти. Почти одно и то же от бренда Moni. Мне, кстати, очень нравится упаковка этого масла для губ. Бренд, ни разу не слышала о бренде Moni. Как это красиво смотрится. Просто посмотрите, ребят. Это ощущение такое, что это что-то люксовое. Типа вот Dior. Масло для губ в такой невероятно просто интересной и отличающейся от других брендов упаковки. Это что-то невероятно классное. Ну-ка. Это так вкусно пахнет, ребят. Это пахнет как дорогой, не парфюм, но вот одушка у дорогого какого-то люксового бренда, я бы сказала так. Невероятно здорово. Я просто в шоке от того, как это нереально красиво выглядит. И я, возможно, даже куплю это в будущем сама, если мне понравится эффект. Здесь не какая-то кисточка или аппликатор, который, например, есть в масле для губ от NARS, который у меня много баксов сейчас, кстати. Так вот, аппликатор этот силиконовый, он действительно поразил меня, потому что я до этого ни разу не видела, чтобы масло для губ наносилось именно таким аппликатором. Вот просто вау. Мне уже начинает больше нравиться этот адвенокалендарь определенно. И вот так выглядел наш второй ярус. Давайте перейдем теперь к нашему третьему ярусу. Все выглядит почти как и во всех предыдущих ярусах, но определенно здесь другие совершенно находятся продукты, которые мы должны, по идее, вроде бы получить. Сейчас я пытаюсь найти самый маленький номер в этом ярусе. Мне кажется, это будет номер 13. С него мы и начнем. Вау, что-то золотое. Мне уже нравится это. Неужели это еще одни патчи под глаза? Если да, нет, но это тоже очень классная вещь. Это бренд Mizone, и это очищающий бальзам для снятия макияжа. В составе есть центелла азиатская и также гиалуронка, что здорово. Если вам интересно, мы получаем 80 мл в этом продукте. Вау, это определенно будет хорошим бальзамом на месяц. Упаковка, кстати, чувствуется тоже, ну, дорогой, как будто бы, такие у меня ощущения. Видим маленькую ложечку. Ура! И вот таким образом выглядит сам бальзам. Очень красивый такой голубой цвет. Понюхаем. Я не думаю, что в нем есть запах. Едва-едва такой суперлегкий, но приятный. Номер 14 обещает быть очень интересным и огромным. Здесь там маска. Я уже вижу, что это маска. Здесь даже 4 маски. Обожаю бренд PreyunkonKill. Я даже сегодня использовала ампулу и также сыворотку от их бренда. Мне очень нравится. У них нет запахов в их продукции. И это также тот уход, которому моя кожа очень рада. Поэтому да, мы получили маски и даже не одну, не две, а целых пять штук. Круто! Еееей! В Корее есть два самых популярных типа масок. Первый тип это маска успокаивающая. И второй тип это маска для придания и сияния кожи. Так вот, это первый тип маски. Это успокаивающая маска. И мне очень нравится упаковка. То есть можно видеть внутри эту маску, как она сложена. Очень-очень круто. Пять масок это здорово. Я почему-то думала, что положат, может быть, одну маску. Но нет, пять. Вот мне кажется, в европейских адвент календарях, как правило, если кладут маску, то это будет одна маска. Там не пять штук. Правильно же? Мне кажется, так обычно бывает. В номере пятнадцатом мы должны найти что-то от iUnique. И это масло. Ммм, какое-то масло. В номере пятнадцатом мы нашли масло от iUnique. Ночное с маслом Noni. Очень легкое по своей текстуре масло. Плюс сыворотка два в одном. И это сыворотка-масло, призванный бороться с возрастом, со старением. Это невероятный источник увлажнения. Можно ожидать предупреждения старения, используя этот продукт. Это очень тяжелая бутыль и чувствуется прям хорошо сделанной. Мне очень нравится, что помпа у этого продукта хорошая, потому что у меня есть много продуктов от Pyunkang Yol. И вот там помпы вообще не самые лучшие. Приходится убирать помпу и доставать продукт просто из самой банки. То есть в этом продукте мне нравится помпа, потому что помпа это на самом деле, это важный момент. Потому что если ты пользуешься продуктом часто, то ты хочешь его без каких-либо сложностей доставать. Правильно же? Нет какого-то запаха, как будто водичка какая-то, знаете, увлажняющая. Здорово! Масло для сна с маслом Noni. Далее в номере 16 мы находим... Та-дам! Бренд Clarice... Clares, я извиняюсь. Бренд Clares. Я уже начинаю забалтываться. И мы находим мыло от этого бренда для очищения пор. Прикольно, ни разу не слышала об этом продукте, кстати говоря. И это черное мыло с экстрактом угля, которое сделано было вручную для того, чтобы, я так понимаю, мягко скрабировать поры. Иногда открываешь эти адвент календари, и ты понимаешь, сколько много еще продуктов корейских, ухода, косметики, о которых ты не знал. Мне кажется, когда ты заказываешь что-то, неважно, Sea Style или Style Korean, ты всегда хочешь купить что-то, что ты знаешь, что классное. Или продукт, о котором многие говорят, чтобы не покупать что-то, что ты не знаешь. Адвент это всегда здоровская тема, чтобы попробовать что-то, что ты никогда бы не купила сама, чтобы, может быть, узнать для себя, понятное дело, бренд, о котором ты не слышала. Ведь так именно работают адвенты. Ты пробуешь что-то, тебе нравится это, потом ты берешь и покупаешь что-то, в конце концов. Итак, мыло выглядит очень интересно. На удивление, приятный запах. Выглядит как шоколадка какая-то, не так ли? Я определенно не тот человек, который любит использовать мыло, когда я мою лицо. Поэтому определенно это будет что-то, к чему я должна буду привыкнуть, да? Дальше давайте перейдем к номеру 17. В номере 17 мы находим какое-то чудо. Что же это такое? Как я поняла, это набор кистей, мини-мини кистей для путешествий. То есть, я так понимаю, это что-то, что удобно положить, кинуть в чемодан и достать, чтобы сделать какой-нибудь суперлегкий макияж. Бренд называется Cotton Candy. И это 4 в 1. То есть, я так понимаю, мы получаем 3 кисти для глаз. И также мы получаем одну большую кисть для, например, нанесения пудры. Мне кажется, эта кисть идеальна для пудры. Очень мягкая, кстати, кисть. Мне нравится, как она чувствуется. Здорово. Как мне ее назад теперь запихнуть? Блин! А назад она уже не запихнется. Подождите, она может? Я сделала это. То есть, чик-чик-чик. Супер классно. И здесь мы находим сами кисти, которые невероятно маленькие по размеру. То есть, это реально мини-кисти, по сути, да. И в принципе, я согласна с тем, что это самые основные кисти, которые вам нужны для того, чтобы создать макияж. То есть, вот эта кисть, например, будет идеальна для того, чтобы нанести оттенок по всему веку, немного растушевать его. Эта кисть, которая чуть поменьше, будет идеальна для того, чтобы нанести оттенок в складку века и растушевать также, возможно. возможно, и эта последняя кисть будет идеальна для того, чтобы нанести лёстки, потому что она прям идеальна для этого, видите, она очень плоская и маленькая, я никогда не думала, что это, возможно, то, что мне нужно в путешествии, возможно, когда-нибудь я возьму этот набор в путешествии, если я когда-нибудь поеду, потому что сейчас столько много ограничений, связанных с путешествиями, но я тот человек, наверное, который всё-таки привыкает к своим кистям, с которыми я работаю, а именно кистями Raffer, Sigma, это прикольно, на какой-нибудь, знаете, экстренный случай, когда тебе нужно срочно выходить из дома, у тебя нет времени собирать кисти, это будет классным вариантом для этого экстренного случая, например, пока я распаковываю, тут ещё пока третий наш уровень, надеюсь, вы, ребят, ещё не устали и всё ещё смотрите видео, я знаю, что, наверное, это будет не самое короткое видео, потому что я люблю много говорить, в общем, если вы ещё смотрите с интересом это видео, будет интересно узнать, что вы думаете о адвентах, думаете ли вы, что этот сезон адвентов отличается от предыдущего сезона, и кажется ли вам, что этот сезон адвентов 2021, он чуть хуже, чем прошлогодний, и самый интересный вопрос, купили ли вы какой-либо адвент календарь в этом году, если купили, то будет очень интересно это узнать. И далее перейдём к последнему номеру этого уровня, а именно 14-му номеру, я извиняюсь, 18-му номеру. Здесь я вижу, насколько мне кажется, setting spray, то есть это спрей для того, чтобы закрепить макияж в течение всего дня, либо после того, как вы сделали макияж, и этот бренд называется Neogen, я обожаю Neogen бренд, заканчиваю их эссенцию сейчас, у меня осталось совсем-совсем чуть-чуть бы столько, и мне нравится их концепт, мне нравится, что почти во всём уходе, который они производят, в нём очень малое количество всяких всевозможных ароматизаторов и запахов. Давайте его попробуем прямо сейчас. Мне очень нравится, как этот спрей лёг на лицо, очень мелко он выпускает этот спрей, потому что есть такие спреи, которые ты пшикаешь, и на тебя просто тонна воды льётся, да, вот такие ощущения есть. Этот спрей как будто бы очень комфортен на коже лица, что мне нравится, и я ни разу не слышала о том, чтобы у этого бренда Neogen было что-то, помимо ухода за лицом. Я изучила что-то новое, оказывается, и у Neogen что-то есть не только для ухода, но ещё и для подготовки лица к макияжу. Вот я вам показываю, это всё, что мы нашли в нашем третьем уровне этого адвент-календаря. Теперь, самое интересное, мы должны посмотреть на наш последний и четвёртый уровень, который, я почему-то думаю, должен быть более восхитительным, сравнивая с предыдущими тремя, просто потому, что это как бы последние дни уже, да, перед Рождеством. Поэтому, да, давайте посмотрим, что же нас здесь ждёт. Мне очень нравится чувство это, когда я вижу большую ячейку, значит, там что-то будет большое и интересное, и классное. Итак, мы начинаем наш последний уровень с девятнадцатого номера. Очень-очень сложно вытаскивать. Это крем с экстрактом улитки, называется этот крем Black Snail Original Cream. Этот крем содержит в себе экстракт чёрной улитки, который эффективно увлажняет вашу кожу. У меня, кстати, есть целая серия ухода за кожей лица с экстрактом улитки, и я иногда пользуюсь этой серией, когда я прям чувствую, что моей коже нужно просто увлажниться очень хорошо. Продукция с экстрактом улитки, в данном случае с чёрной улиткой, может быть достаточно такой жирной, очень питательной, да, я бы сказала так. Этот крем, он гелевый, и он определённо очень-очень вкусно пахнет. Аромат парфюма, дорогого какого-то, немножко сладковатый такой, я бы сказала даже. Может быть, даже я заменю этот крем на тот другой, который у меня сейчас в ванной, потому что этот, он гелевый, и, соответственно, он не будет таким прям супер питательным, супер жирным на моей коже, да, поэтому здорово. Далее давайте уже откроем эту огромную ячейку под номером 20. Сколько? Что же там нас ждёт? Ей! Набор тияшек для глаз. Я ожидала чего-то более восхитительного, я думаю, круто. Я не тот человек, наверное, кто обожает использовать вот такие глиттеры, я иногда могу использовать глиттерные тени от Colourpop, да, но чтобы работать с глиттером, не так часто, нет. Окей, это вообще глиттерный гель для тела и для лица, и он в оттенке Happy Baker. Это такой симпатичный, как будто бы фиолетовый, с большим количеством вкрапления дохрома какого-то в нём. Интересно, я просто, наверное, не буду пока открывать его, потому что я не знаю, буду ли я пользоваться и потом выбрасывать. Уж лучше на благотворительность это отдать. Я считаю, это гораздо лучший вариант для этого. Знаете, не так здорово нет всё-таки, наверное, потому что я ожидала увидеть что-то большее, наверное, вот что-то, может быть, вроде такого, да, крем какой-то или патчи. Но глиттер, который, это просто пакет от глиттера, да, который занял просто всю упаковку. А ведь была такая большая возможность сделать нас более счастливыми, положа сюда что-то больше. Давайте перейдём теперь к номеру 21. Это маска от It's Tree с полыней. У меня есть маска, по-моему, нет, нет, It's Tree от другого бренда. Пользую её реально каждую неделю, потому что это отличная маска, чтобы успокоить кожу. Полынь это классное средство, чтобы делать профилактику прыщей. Рада, что у меня теперь есть бэкап, то есть другая маска с полыней, потому что там у меня уже заканчивается. Определённо, когда ты получаешь что-то, что ты знаешь, тебе нужно, это делает тебя ещё более счастливой. Номер 22. Надеюсь, это будет что-то более интересное. Это маска с мёдом, Honey Serum. Давно смотрела на эту маску и всегда думала, нужна ли она мне или нет. Я точно знаю, что маски, не маски, не маски, а сыворотки, они очень хороши для питания кожи. Такой классный дизайн, очень здорово смотрится и, наверное, реально пахнет как мёд. Давайте сейчас посмотрим на это. Да, что-то есть, кстати. Реально есть намёк на запах мёда в этой сыворотке, здорово. И мне сказала бы, что она, да, она реально немножко липкая даже. Очень питательная сыворотка, которую нужно использовать, наверное, только на ночь, потому что иначе это будет не очень классная основа и под макияж в течение всего дня, да. Но пахнет приятно и чувствуется очень мягко. Это будет идеальная сыворотка для зимнего времени года. И мы уже совсем близки к тому, чтобы закончить распаковку этого адвента от E-Style. Следующий номер, предпоследний номер 23. Давайте посмотрим, что там. Мне кажется, это помада, очень даже возможно, которая, кстати, идеально подойдёт к сегодняшнему моему образу. Это тинт. Тинт от бренда Erzo. Тинт называется Bite the Beat Mellow Tint. В оттенке Another Me. То есть, это, я так понимаю, супер типичный корейский оттенок. Красный настоящий. Пахнет, кстати, очень вкусно. Это невероятно сладкий аромат, как будто бы аромат конфет. Очень симпатичный оттенок, кстати. Мне нравится, как он смотрится. Я думаю, что его определённо можно достроить до более фигментированного состояния на губах. Но, да, корейские тинты, это те тинты, которые держатся, как правило, весь день. Они неубиваемые. Правило, в адвент-календарях последний и самый первый номер, это те номера, которые должны быть самыми сильными в адвент-календаре. И здесь мы получили... Что же это такое? Это палетка от бренда, который называется Peripera. У них также, кстати, есть очень классные тинты для губ. Очень странно, ребята, вы это видите? Это так и должно быть? Или что-то потекло здесь? Это грязь или вообще что? Палетка сама в хорошем состоянии, но... Так и должно быть, да? Как будто бы, знаете, тут пролилось что-то фиолетовое, и это пятна просто на палетке. А это, я так понимаю, реально дизайн. Палетка сама выглядит вот таким образом. Это очень симпатичная цветовая гамма. Мне очень нравится выбор нюдовых оттенков для того, чтобы сделать натуральный, естественный макияж. Да, то есть мы получаем здесь самый темный оттенок для того, чтобы нанести его в складку века. Менее темный, розоватый какой-то оттенок. Красиво выглядящий шиммер, кстати. Это как дуахром, я бы сказала. Ну-ка. Для корейских теней, для корейских теней это очень даже хорошее качество у этого шиммера. Хоть-то, конечно, это там, знаете, не какая-нибудь подмоград, понятное дело, но смотрится это симпатично. Особенно, если, мне кажется, кистью наносить этот оттенок. Далее мы видим менее пигментированный оттенок и другой шиммер также, который тоже симпатично смотрится. Очень, кстати, легкая пигментация этих оттенков. Это прям, это видно. Суперлегкая, наверное. Мне кажется, даже сложно увидеть на моей руке, где свотч этих теней. Вообще-то он здесь. И да, это все, что мы получили. Мне кажется, палетка в этом календаре, адвент, это что-то, что идет со смыслом адвент-календаря. Да, то есть, мне кажется, что Е-стайл понял смысл адвентов. Я не знаю, насколько хорошим был адвент в прошлом году, но мы получили палетку последней. Это то, что действительно обрадует вас больше, чем какой-то уход. Да, все-таки это косметика. Я определенно считаю, что мы получили хорошее сочетание как косметики, так и ухода за кожей. Это так и должно быть. У Е-стайл получилось сделать этот идеальный баланс. Я могу точно сказать, что мне адвент этот понравился. Я определенно не первый раз буду покупать. Я хочу и в следующем году его еще купить, чтобы узнать, насколько наполнения различаются от года в год. Определенно хочу сохранить эту большую упаковку, туда поместится что-то. То есть, окей, эти ярусы, они не удаляются. Даже не знаю, для чего можно использовать эту коробку, потому что если бы они удалялись, если бы я могла вытащить эти картонки, тогда бы это была классная объемная коробка. Ну а так, может быть, для палеток, нет, для бижутерии. Возможно, это будет хорошим местом, где хранить их. Ну в общем, хорошая симпатичная коробка, увесистая. И мне также очень нравится дизайн со мной коробки, как я уже сказала вам. Здесь определенно можно увидеть эту новогоднюю тематику, новогоднее настроение. Олени в космосе, косметика в космосе. Олени на облаках, это так мило. Здесь еще больше, вау, я даже этого не видел, если честно. Еще олени в космосе, короче, это реально очень забавная коробка, очень мило сделанная. Для меня, для человека, который покупает в первый раз этот вент, это действительно классное разнообразие товаров, которые я получила в нем, и я думаю, что я довольна. 180 долларов, это хорошая цена для того, чтобы попробовать разную косметику, разный уход, который я бы, наверное, никогда сама не купила. В принципе, да, большинство из того, что я получила, я буду использовать. Поэтому да, ребят, я очень надеюсь, что вам понравилось мое сегодняшнее видео. Обязательно буду ждать в комментариях вас. Я очень хочу услышать от вас, что вы думаете об этом адвенте. Заказывали ли его вы или нет. Я не очень уверена, насколько это легко заказать его в Россию. Если вы даже не планируете или нет возможности заказать его, мне будет очень интересно узнать, вот ваши первые чувства и впечатления о нем. Заставили ли эти чувства и ощущения понять для вас лично, что вот да, это что-то, что я хочу. Я бы это купила, если бы у меня была возможность. Будет очень интересно узнать вот именно эту сторону вашего мнения об этом адвенте. И да, я определенно думаю, что это не последний адвент, который я буду распаковывать. В этом году я определенно стала меньше покупать адвент календарей, просто потому что иногда же ты можешь увидеть, что внутри этого адвента. И иногда я смотрю на адвенты, и я понимаю, что мне не нравится наполнение. То же самое было с адвентом от Худы. У меня половина есть товаров, которые в нем. И я просто подумала, что зачем покупать мне что-то, что я знаю не пригодится мне, или я не очень рада получению этого адвента и товаров в нем. Понимаете, тогда как этот адвент это то, о чем я очень долгое время думала и желала его получить. И другие адвенты, которые я в прошлом году открывала, в этом году у них наполнение вообще не очень. Половина или даже почти все товары, которые в них, а именно Glossy Box и какой-то еще Look Fantastic, не очень наполнение. Поэтому да, такое тоже бывает. Наверное, этот год ни для кого не был легким. Поэтому, наверное, наполнение адвентов стало не таким прям классным, как в прошлые годы. Поэтому, ребят, надеюсь, вам понравилось мое видео. Я заболталась тут что-то, зафилософствовалась. Надеюсь, вам понравилась моя распаковка. Будет очень интересно почитать ваши комментарии, интересно ваше мнение. И да, на этом я буду заканчивать свое видео. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк, откомментируете под этим видео, и также подпишитесь на мой канал, если еще этого не сделали. Здесь мы распаковываем адвенты. Хоть это и мой первый адвент. И также я говорю о косметике и макияже. Но я перестаю болтать, ребят. Желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения и хорошо провести эти выходные. Паша Юля, и прощаюсь. Всем пока!